Доброе утро, Антон. А цветы где? А пошлите перерывать букет цветов воспитательных. У тебя в фальсаднике? Да. Ну что, каких мы цветов? Васильков разноцветных нервем? Давай. Мы уже пчелки вылетели, да? А уже и улетела. Давай тогда Васильков, да? А лилии уже раскрылись. Какие красивые. Запах у них обалденный. Пчелки тут вовсю жижжат, работают. Слышите? Вот даже более... А нет, это какой-то просто жучок красненький. Все, ты готов? Пошли садиться в машине с вами. Доброго утра. Всех я провела. Григорий еще спит. Я сейчас закладываю стирку. Сначала распределю белье в две кучки светлое и темное, потом заложу стирку и иду на горох. Я сегодня опять проснулась. В 4.30 звенит будильник. Я пока встаю каждые 5 минут. Ставлю нас дремать и где-то без 15.05 просыпаюсь, завтракаю. Степа как раз приезжает. Мы идем на горох. Нарывать я успею до 6.32 ведра гороха и провожаю всех теперь в садик. И потом опять на горох. Все, машинка стирает. Обычно ставлю на час. Сейчас темное. Светлого там очень мало, поэтому сегодня только темное стираю. Видишь, я вчера поливал малину. Посмотрите, уже начинает поспевать и малинка. Вот одна такая буренькая. Ой, а вот даже спелые. Посмотрите, уже спелая малина. Я сейчас буду загадывать желание. Обалдеть! Вот еще увидела поспевшую. Ну пусть уже Григорий придет и сорвет. И вот, так что скоро малина уже начнется. Ура! Опять мы все на горохе. Вот уже мешочек нарвали. Так вот, сегодня мы 5 мешков нарвали. Ну сейчас еще будем довешивать, да? Еще там два ведерка. Это что такое, Зая? Горошек. Горошек, да? Зеленый. До свидания. Ну что, Зая, ты куда едешь? До мамы. До мамы на работу? Давай, пока. Счастливо. Маме привет, хорошо? Григорий, что ты, заправляешь кроватки? Григорий тут сегодня у нас за порядком следит. Нет, подушку ты убирай, Сина. Ладно. Без подушки. Давай, заправи. Я свою заправила. Иди посмотри, как у меня в комнате. Хорошо. Как у тебя в комнате? А полотенце что-то на место не отнес? Да буду брать. Вот пришел. Сказали купаться. Взял, пошел. Ну, ясно. Гриша вчера писал. Давай сейчас тоже окно откроем, чтобы было. Я прям открываю Настю, что очень душно. Мы с тобой красавицы. Иди, она тебя накрасит даже. Ой, ты у меня золотая. Ой, так, так, так. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Ой, ой, ой. Я остался. А что у меня на голове? Я накрасила себе брови. Представляете, ужас. У меня сейчас ехать Динскую. Я решила на 10 минут нанести краску. Вот так вот. Пока еще осталась форма бровей, которую я прям вижу, которые не совсем выгорели на солнце, как у меня это обычно бывает. В общем, тут у меня в раковине полный трэш. Это ватные палочки. Сейчас здесь буду все отмывать. Которым я немножко корректировала. Вот. В общем, в комплекте краска. Инструкция, которую я прочитала перед применением. Вот самокраска. Достаточно большой тюбик. Что это? Проявитель, да? Проявляющая эмульсия. Она более кремовая, а не прям жидкая, могу сказать. Там, хотя в инструкции написано каплями ее, дозировка каплями. Но она все-таки не каплями. Вот. В общем, здесь все дело по инструкции. Пол вот в самом, как это, в комплекте шла вот эта палочка и вот этот вот маленький такой стаканчик. Кисточка это ивановская, скошенная. Сначала я попробовала вот здесь вот на виске покрасить. Посмотрела, чтобы этот цвет был нормальный, соответствовал и не был каким-то синим, потому что краска черная. Вот. Но он вроде бы ничего. Вот. Потом подождала 10 минут, все смыло, все нормально. И потом нанесла вот скошенной кистью краску на брови. И теперь жду тоже 10 минут. Ватными палочками подправляла, где вылезла. И, в общем, вот так вот. Теперь жду. Так, ну что, смотрите. Брови. Там, где... Мне кажется, очень даже неплохо получилось. Мне нравится. Я буду красить этой краской дома брови. Все выдержала, как в инструкции, 10 минут. Мне кажется, они довольно хорошо прокрасились. Не знаю, насколько продержится этот эффект. И форма достаточно неплохая. Может быть, где-то не симметрично. Но у нас вообще все тело не симметрично. Вот. А сейчас я еду в Динскую. Еще купить хочу ткань Афанасью на садик, на матрасник. Потому что мы же тогда дочитались в памятке. Нам, кстати, в садике выдали памятку. Ну, я думаю, как и всем. Да, что нам нужно брать с собой в садик, ребенку. Вот. И все по этой памятке. Вот папки мне осталось. Наклеить на них наклейку домик. Потому что Афанасья, шкафчик, домик. И еще один на матрасник. Вот. Отличные брови. Я счастлива. У нас, кстати, стоит покрасить краской и пощипать брови 250 рублей. Я вот ходила, недавно делала. По-моему, не рассказывала вам. Как раз у Гриши было каратэ. А я в это время пошла и сделала брови. Поэтому мне форма достаточно понравилась. И пока она не смылась, не выгорела, я решила сама подкорректировать. А вот эта вот краска в санкистиле 144 рубля стоит. Ее там хватит, не знаю, на год, наверное. Так, ну что, я уже сходила в магазин, купила ткань. Отдала за нее почти 500 рублей за кусок. Там еще у них она заканчивалась. И там еще на пару наволочек. На одну, наверное, или на две наволочки. Вот. Опять вот такая же вот ткань. Вот такой вот с ромашками, какой и был. И зашла еще там в книжные ряды. Тетеньки там продают книги. Я купила Григорию заниматься. Тренажер по математике за второй класс. Тут начало повторения первого, да? Вот. Тренажер на таблицу умножения. Потому что уже нам задали ее учить. Будем учить. И как раз пригодится. И тренажер по чистописанию за третий класс. За второй не было. А за первый там слишком много этих, ну, ненужностей, да? Так что вот за третий. Вот так вот. Так, приехала я, припарковалась у соцзащиты. Сейчас пойду в паспортный стол брать форму 8. Афанасию в детский сад. И неужели было место в Теньке, представляете? Я офигела. Смотришь, я купила только книжки в продуктовый, я не заезжала. Ну, блин. Ну, ты потом же будем на карате. Потом зайдешь и сам купишь. Вот твоя зарплата зато. Где? Вот твоя зарплата. Спасибо, я в магазин. Нет. Сейчас, нет, мы на карате поедем потом. Смотри, тут тебе еще три книги. О-о-о. Гриша не рад, Гриша не рад. Ми-ми-ми-ми-ми. Истерика, истерика. Буду обедать. Григорий тоже со мной. Я тоже ел. Тоже кушал. Уточка. И томатный сок. И горчица. Я убралась немного на кухне. Какую-то посуду загрузила в посудомойку. Какую-то такую ручную помыла, естественно, эту кастрюлю. Для компота не будешь же загружать. Вот. Курочку разрезала на части. Здесь и ножки, и крылышки. И вот такие предкрылья. Все это сейчас посолю, поперчу. И соевым соусом запеку. Вернее, солить тогда не буду. Поперчу только соус. В общем, вот такую вот штуку с луком, с чесноком запеку. Гречка еще осталась от обеда. И салат. Мама привезла помидорчики и огурчики. Будем тоже делать. Под соус для этого всего, для курицы. Подсолнечное масло, соевый соус, горчица. Сейчас еще буквально чайную ложечку медика добавлю. Кто любит кисло-сладкое такое вот что-то, да, то можно меда побольше, но мой муж не любит. Поэтому я совсем немножечко. Тогда очень аппетитная золотая корочка у курицы. И все вот это вот буду сюда выливать. Еще лук и чеснок. Все смешала. Лук, конечно, ядреный вообще. Я опять теперь плачу. Вот это вот все примерно на час в разогретую духовку. 200-220 градусов. Давай, сынок, перекусывай. Я пойду уже кондиционер включать под навесом. А что же там душно? А что там? А вот задыхаюсь. Ой, артист прямо. Гриша, может тебе в театральный надо пойти, а не в этот? Не на карате. Мама, может тебе надо в театральный? В театральный? И я пойду в театральный. Да? Так, я все посчитала. Теперь иду собираться на карате. У нас ужин. Салат со сметаной и с майонезом одновременно. И курочка с гречкой. Дети на улице играют, Григорий на карате. Это что за мальчик пришел ко мне? Что это за мальчик? Скажи мне. Здесь грязно. Как ты тут сейчас будешь кушать? Скажи. Зая, здесь земля. Ты слышишь? Заходи в комнату. Ну, руки, Афонь. Заходи в комнату. Заходи, заходи сюда. Ну, грязно. Так, мы за Гришей на карате. Да, сынок? Ты хочешь щенка? Куда? На карате? Ну, кто будет им рвать его нам рука? Он же там убежит, и мы его не поймаем. Все, Антон Сергеевич, садимся. Пристегиваемся. Поехали. Приехали мы с карате. Я купила две бутылки подхолонечного масла. Обычного. Один лимон. Две пачки маргарина. Вот такого вот. И булку хлеба. Мне дали городского. В общем, уже какой остался вечером, не приходится выбирать особо. Беру вот такую вот икеевскую миску. Это норма на мою кастрюлю. Для закатывания на вот эту. Дети там уже ссорятся. Иду сейчас сорвать вишню. Чтобы еще поставить 3 или 4 баночки, закатая. Дети сейчас тут немножко под навесом уберут. Я пошла пока вишню порву. Так, пока дети здесь все смели. Убрали всю зелень отходы. Я нарвала вишню. Сейчас иду все готовить на компот. Так, вот моя вишня. Я ее уже вымыла. У меня кастрюля... Так, вот вишня мытая. Кастрюля объемом 15 литров. И сахара у меня норма на все компоты. Это вот графин до вот этой вот метки. Это примерно вот 1,2 кг. Я специально взвесила. Графин обнулила. Вот так что сейчас сюда всыпаю сахар. И добавляю воду. Все варится до закипания. И потом я все закатываю по баночкам. Пока компот закипает, я готовлю пряничное тесто. Завтра буду делать пряники. Рецепт вот. Кому интересно. Не, лимончик сейчас не надо, сынок. Вот такой вот это. Вот все мы кладем без разрыхлителя. Мы кладем и без муки на водяную баню. А уже когда все растопится, то тогда уже добавляем сюда муку и разрыхлитель. Ну что, на сегодня все. Я закатала компот. Сделала тесто для пряников. Завтра буду делать пряники. На день рождения Алине. Нам в воскресенье поздравлять девочку. Ей 7 лет. Идет она в школу. И еще завтра нас пригласили на день рождения. И решила тоже делать пряников. Не знаю, они мне очень нравятся. Надеюсь, что понравятся. И гостям тоже. Или не гостям, как это? Ну, короче, мы будем гостями, не знаю. Вот. Обмыла. Сейчас буду монтировать видео. Прямо сейчас смотрю на свои брови. Они мне безумно нравятся. Напишите, что вы делаете с бровями. Я до этого ничего с ними не делала, пока не начала смотреть YouTube. Когда начала смотреть YouTube, то... Вернее, даже когда у нас была фотосессия на мое 29-летие, получается. И тогда мне делали макияж. Но он мне там не особо понравился. Но брови мне тенями нарисовали, да? Подрисовали. Вот. Чтобы они были выразительнее и ярче на моем лице. И после этого я тоже стала оформлять брови тенями, скошенной кистью. Вот. А, получается, недели три назад я сходила на окрашивание краской. То есть я ходила, когда стричься, видела, что там женщины делали брови. И я думаю, пойду попробую. Моя мама тоже вперед ходила. Тогда это все стоило 100 рублей. Сейчас это все стоит 250. То есть они покрасили краской. Также скошенной кистью. И потом немножко подщипали. У меня на самом деле форма естественная. Мне очень нравится. Немножечко вот здесь вот. Вот эту дугу нужно снизу, да, немножко подщипывать. И все. В принципе, ничего не нужно дальше делать. Ни сверху, нигде. И поэтому я решила сама попробовать. И сегодня прям меня устроил вариант. Мне все понравилось и по времени, и по качеству. В общем, вот так вот. Но у нас сейчас в станице очень микроблейдинг распространен. Тут тоже девочка делает. Стоит микроблейдинг у нас в станице 1200 и коррекция 1000 на год. То есть получается 2200 на год. Вот так вот. В общем, ладно. Все. Всем до завтра. Все вам рассказала. Рюкзак там походу синий побеждает. Но я подожду до 15-го числа. В общем, как только придет зарплата с YouTube, я вам как-то все расскажу. Какой я закажу. Проверю комментарии. Проверю лайки под каждым цветом. И какой наберет больше, значит, тот и будем заказывать. Ну что, на сегодня все. Всем огромное спасибо, что были с нами. Люблю вас очень. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok